Играешь славой командой? Сильные составы тебя обыгрывают. FIFA Points слишком дорогие, тебе хочется открывать паки и собирать сильные команды? Хватит это терпеть! Выкупай монеты у Алексея Лалаева и Максима Иванова. Низкие цены и быстрая доставка даже при диапазоне цен. Ссылочка в описании. И пускай твой состав будет бомбой. Да, ребят, перед тем, как вы меня совсем решите засрать, что я решил все-таки взять в хэппи-гоу-лаки сборную России, эту бездарную сборную России, за которую гордиться нам, в принципе, не стоит, я хочу сказать, что сделал это я не просто так и не только потому, что я как бы патриот своей страны, но, наверное, потому, что очень хочу поиграть за российскую премьер-лигу. Если бы я играл чисто просто какие-то сезоны, где я могу варьировать свои составы, я бы за РПЛ-ку никогда бы не поиграл. Но здесь этот шанс мне предоставляется, и поэтому у нас сборная России в нашем очередном хэппи-гоу-лаке. Приятного просмотра! Наша держава, Россия, любимая наша страна, Воложая воля, великое слава, Твое достояние на всех временах. Славься, Отечество наше свободное, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Всем футбол, дорогие друзья! С вами Дэнчик Фломастеров. И сегодня тот самый день, когда хэппи-гоу-лаки возвращается на ваши экраны. Да, ребят, очень давно, даже, наверное, с начала FIFA 15 вы меня просили возобновить этот режим, но получается у меня его возобновить только вот сейчас, когда у нас уже лето, когда скоро, на самом деле, выйдет FIFA 16, но я постараюсь хэппи-гоу-лаки наш в этот раз закончить. Да, ребят, режим хэппи-гоу-лаки. Многие из вас, я думаю, все о нем знают, но для тех, кто не знает, что это такое, то, ребята, этот режим переводится на русский язык, как по воле случая. Почему именно так? Потому что все сейчас будет абсолютно рандомно, и неизвестно, когда мы наш режим вообще этот закончим. Мы можем закончить его прямо сегодня, если, конечно, нам сильно очень повезет, но такого точно не будет. Либо же мы можем его вообще не успеть закончить никогда, потому что все будет зависеть от нашей удачи, все будет зависеть от случая, от того, какие игроки на футхете нам выпадут. Ну да, ребят, переходим непосредственно к самим условиям и к самим, собственно, правилам. Хэппи-гоу-лаки – это режим, когда мы, ребята, играем, матчи, побеждаем, забиваем мячи, всякие-всякие дополнительные плюшки делаем, и благодаря нашим результатам матча мы можем открывать рандомных игроков на футхете. Собственно, из этих рандомных игроков на футхете будет строиться наш состав. Обо всех правилах, обо всех правилах замены и подборе новых игроков, то есть именно поиски игроков на футхете, будет написано в описании под видео, достаточно понятным, простым языком, я думаю, все вы поймете. Но вообще в правила сильно вдаваться не будем, потому что это займет много времени, никто все равно сразу ничего не поймет. Я думаю, по мере того, как мы будем играть, все будет предельно ясно, ну и те, кто смотрели, в принципе, Хэппи-гоу-лаки 2014 года, вы примерно знаете, что к чему, и для вас, я думаю, это не будет новым открытием, и правила вы примерно знаете. Ну, а кто не знает, сейчас вы можете, в принципе, ознакомиться с ними в описании, опять же, под видео. Почему, ребята, у нас в самом начале выпуска показывалась сборная России по футболу, ну, во всяком случае, которую я собрал, вот, ребят, потому что это наша цель. Наша цель собрать именно эту команду. По несчастному стечению обстоятельств все эти ребята растерялись по всему свету, только мы с вами сможем их найти. И да, в этот раз, кстати, у нас еще был запас. У нас было 18 игроков сборной России, вот, и, в принципе, запас, если мы вдруг поймаем игроков из запаса, они подходят под одну из позиций, которые есть у нас на поле, то они тоже подходят нам, как игроки, которых мы должны поймать. Режим заканчивается, когда мы найдем всех игроков под эти 11 позиций из тех 18, которые у нас были изначально. Вот, когда мы находим их, соответственно, режим заканчивается, режим подходит к концу, но до этого еще неизвестно сколько выпусков, неизвестно сколько побед, поражений, матчей, голов и так далее. Ну, а чтобы найти нам наших игроков, нам нужен, конечно же, стартовый состав. Давайте перейдем к сайту foodhead.com и посмотрим, каких же игроков случай нам сегодня предоставят. Поехали! Ну и что же, ребята, определять то, какие игроки у нас будут, мы будем абсолютно рандомным способом, то есть все у нас, опять же, по воле случая. Random Player абсолютно рандомный, выбираем из всех, из бронзовых, серебряных, золотых, причем может же нам попасть и цветная карточка, и так далее, и так далее. И давайте найдем наших 18 бравых бойцов, которые нам будут помогать. Первый у нас Ульрих. У нас есть неплохой голкипер, немецкий голкипер из Штутгарта. По-моему, очень здорово. Следующим игроком у нас будет Долан. Мэтью Долан. Центральный полузащитник, англичанин. Бронзовый. Ну что ж. Третьим игроком будет Фрейд. Шведский центральный защитник. Даниэль Конти. Центральный опорный полузащитник из серии А. Неймар! Неймар 86 выпадает в стартовый наш состав! Охренеть! Хо-хо-хо! Вот это жестко! Вот это здорово! Ребята, у нас сразу будет Неймар в команде. Неймар у нас будет в команде и будет нам помогать искать наших русских ребят. Это, по-моему, очень круто. Хамо Ума! Правый вингер из Сейнт Этьена. Очень даже неплохо у нас так получается. Неплохой составчик, во всяком случае, по игрокам. Следующий игрок это Инглис. Роберто Инглис серия Б. Следующий игрок и это... Это Аксантика Сорла Туатс! Хо-ха! Да ладно! Вот это, конечно, вообще неожиданные подгоны просто от Фудхеда. Просто у нас собирается отличная, по-моему, команда и мы должны будем просто сразу же и с первых же минут, так сказать, идти и громить всех подряд. Это что-то просто... Это невероятно, парни. Это просто невероятно. У нас в стартовом составе Неймар есть и Сантика Сорла, которые уже должны чисто даже вдвоем, если что, тащить. Так, Толи еще будет, да? Следующий игрок и это... Уикани, голкипер из Палермо. Следующий игрок и это... Бухаров! Первый игрок из российской премьер-лиги! Это очень хорошо, потому что, когда у нас все игроки в нашей команде будут сыграны, ну, то есть, например, они будут все из российской премьер-лиги, мы сможем открывать только, например, одни золотые карточки, либо, если нам нужны, то серебряные, либо же бронзовые. Ну, нам нужно, в принципе, здесь золото и серебро. По большей части золото. Так что мы сможем, когда у нас будет полностью сыгранная команда, открывать только золотые карточки. Это здорово. Сейчас, ребята, у нас будет одиннадцатый игрок, и это... Олсен! Это Тронт Олсен! Не знаю, зачем он мне будет нужен, когда у меня есть Неймар, но окей. В любом случае, я должен его буду купить, потому что это стартовый состав. И это Рейнсфорд! Ирландец. Следующий в нашей команде... Гутьерас! Розеек! Немецкий какой-то парень! Ахмед Васем Розеек! Следующим у нас будет... Следующий у нас будет... Это Дэйджмек! Или Дэймек, наверное, так правильно будет произнести. Центральный Защитник Чех. Остается всего три игрока, и... Один из предпоследних Орда Тюран! И всего два игрока у нас остается. Первый из них это Лепойнт. Соответственно, последний у нас кто будет? Давид Сильва. Давид и Сильву я себе могу позволить. У нас получается три хороших левых полузащитника. И я даже не знаю, что с ними делать. Ну что ж, Давид Сильва наш последний игрок. И тоже почему-то нам падает очень-очень хороший. То есть выпадает на футхеде в рандомных игроках. Давид Сильва 90! Самый топовый информ Давида Сильва. Ну и сейчас, ребят, я всех куплю. Всех куплю в игре. И тогда мы соберем составчик. Ну и что, ребят, вот такой вот веселенький состав у меня получился. Здесь, конечно же, опять же, с игранностью здесь все будет плохо у нас. Потому что у нас очень-очень много, ребят, на самом деле, левых фланговых атакующих, левых полузащитников и так далее. А вот с фланговыми защитниками у нас проблемы. Поэтому мы ставим туда фланговых атакующих. Да, пускай они бегают. У них достаточно неплохая скорость. И надеюсь, что, несмотря на то, что у них показатель защиты совсем никакой, они будут догонять соперников и мячики у них все-таки отнимать. Пара вот таких вот центральных защитников. Ульерих на воротах. Сантика, Сорла и Давид Сильва имеют неплохую связь. Неймар в нападении. Тюран слева от него. Ну и вот эти вот лип-поинты Долан. Ну и такая вот у нас скамейка запасных. Я думаю, может быть, мы Александра Бухарова и выпустим на замену. Пускай наш парень поиграет и разомнется. Еще один момент, ребят, когда мы собираем полностью сыгранную команду. Мы сможем на футхейде, ребят, открывать не просто каких-то супер рандомных игроков, где может выпасть бронза, серебро или золото, вне зависимости от всего вообще на свете. А можем открывать исключительно то, что нам нужно. То есть, либо же исключительно рандомных золотых игроков, рандомно серебряных игроков, или рандомно бронзовых игроков, в зависимости от того, что нам нужно. Мы, кстати, нашли первого соперника. И посмотрите на его состав. Ну, достаточно неслабый, я бы даже сказал, состав для нашего соперника из 10-го дивизиона. Но у нас есть тоже исполнители достаточно хорошие, которые, я надеюсь, то, что смогут что-то преподнести в нашу игру. И да, ребят, каждый гол наших игроков, это три карточки, которые мы открываем. Серебряных, а чисто сразу же у нас тогда мы сможем открывать! Открывать! И как нет! Первый гол Неймар промахивается. Уже вроде бы стопроцентная ситуация. Уже навертели подкруточка, и удар должен залетать. Но нет, совсем-совсем рядом со штангой Неймар извиняется перед своими собратами по команде. Блин, обидно то, что мы сейчас не забили. Так, защита, защита, защита! Что-то соперник пяточками тут заиграл-то как! 1-0! Отлично! Десятая минута, я уже горю! Ничего нового! В 14-фе то же самое дерьмо было! Ну, пипец просто! Да, сыгранность, конечно, решает многое, но все-таки... Но все-таки мы сейчас должны парня тащить. Ну, потихоньку мы начинаем поджимать соперника. И, может быть, сейчас со штрафного Неймар положит? Но нет, здесь у нас Лерис. Еще один штрафной, который, в принципе, мы можем забить. Сейчас главное только пробить нормально, потому что соперник даже не встает на штангу. Ой, гол! Неймар 1-1! Просто лучший отец! Ну, это 10-я дивизион. Ну, стыдно, на самом деле, даже такой команды проигрывать какому-то бомжу из 10-го дивизиона, который даже не стоит на штангу. Изи гол, изи Неймар, изи штрафной. 1-1! И мы, как минимум, уже после матча 3, ребята, еще 3 дополнительных игроков можем взять. Включим немножко пейса. Немножко пейса буквально включим. Немножко финтов теперь. Немножко финтов смещения с подкруточкой, Лерис! Так, второй тайм начался, и сразу же атака. Атака, которая может стать успешной. И? Ой-ой-ой, вот это было, конечно, интересно. Нам это не плюс. И сейчас Ульрих. Ульрих не успеет, наверное. Соперник хочет перебросить! Ё-моё! Или Ульрих, я думал, должен был вернуться. Он не возвращался. И если бы мяч залетал в ворота, то это было бы счет 2-1. Очень опасно сейчас атаку провел СОП. Не позволяет соперник нам это тоже сделать. И сейчас нам ни в коем случае, на самом деле, нельзя пропустить. Ни в коем случае. Нельзя пропустить! Да что ж ты творишь-то? Да как тебя обыгрывает? Ну, это Диего Коста. Ну, это Диего Коста. Здесь ничего не поделаешь, кроме того, чтобы сейчас нам самим забить. Потому что что-то у нас не получается в нападении. В защите-то ладно, у нас там защита не самого высокого уровня. Но в нападении-то почему не получается? Ничего! Прошлись в центрополе и забиваем гол. Ну, просто ответочка должна была быть. Спасибо багу Фифы. Да, немножко я, парни, может быть, некрасиво поступил еще и в 10-м дивизионе. Но что-то нихрена не получается. Счет 2-2. Дальние удары. Ёперный театр. Наймар. И Наймар с подкруткой. Может быть, да! Какой гол! Блин, ребят, это было... Вот это здорово было. Вот сейчас Наймар молодец. Посмотрите, как он сделал это. Просто элегантно подкрутил. И Лорис бессилен. Это было здорово. Это было здорово. Счет 3-2. Это 9 карточек после этого матча. Может быть, Наймар все-таки хэтрик сделает? Оформим? Оформим хэтрик-то? Оформим хэтрик, братан! Братан, хэтрик! Ну, как ты мимо бьешь? Хотя, еще, может быть, есть шанс. Сейчас перехватить быстренько. И Наймар упас. Наймар упас. И не было офсайда! Не было офсайда! Был офсайд. Счет 3-2 так и остается. Все, парни. Счет 3-2. И, в принципе, это первая победа. Это первый выпуск нашего Happy Go Lucky 2015 года. Знаете, ребята, я так подумал, что все-таки в 15-й, в отличие от 14-й, забивается слишком много мячей в матчах. И поэтому, наверное, нам не стоит поощрять наши победы. 15-ю карточками дополнительными. Я думаю, хватит вполне 5-и. Это будет вполне достаточно. Тем более, то, что нам в первых же 18-ти карточках выпадают такие вот игроки просто бешеные и нереальные. Вот, соответственно, давайте тогда за победу, наверное, у нас будет 5 карточек. Ну, а за забитые мячи также остается 3. Давайте мы сейчас тогда откроем 14 карточек. И, в отличие от тех первых 18, мы можем их не покупать в наш клуб, если они нам не нужны. Мы можем просто сказать «нет» и все. Давайте перейдем к нашим карточкам на футхеде. Ну что же, в первый матч мы забиваем 3 мяча. Это, соответственно, 9 карточек. И победа – это 5 карточек. Давайте сейчас мы их и откроем. 14 карточек. Поехали. Первый игрок – это Ван Бурен. Форвард достаточно неплохой, но нет. Вернер. Нет. Овергур. Нет. 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 Я думаю, да. Я думаю, да, мы его возьмем. Вот, не знаю, будет ли он играть или нет, но в любом случае это неплохой форвард, который может нам иногда и помочь. Пейс, парни. Пейс. Нет. 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 А вот это да. А вот это да. Ламин, Сане. И Мозес. Мозес. Ну, я думаю, да, мы его возьмем, а там посмотрим. Нет. Ну что же, трех игроков, которых мы хотели, мы купили. Это Санны, Мозес и Хайнес. И сейчас мы сделаем небольшую перестановочку, вот, которая, я надеюсь, усилит нашу команду. Орда Тюран у нас пойдет в центр, несмотря на то, что он левый полузащитник, но все-таки вот Санне у нас выйдет вместо вот этого парня, шведа, и вместо нашего Лепойнта выйдет Хайнес. И тогда у нас даже будет где-то сыгранный нападающий с нашим центральным атакующим полузащитником. И вот такие вот у нас пироги, ребята, останутся и будут уже на следующий выпуск нашего Happy Go Luck. Я очень надеюсь, что выпуск вам понравился, то, что вы вновь ждете с нетерпением продолжения этого режима. Так что, ребята, обязательно ставим лайк. Не забываем подписываться на канал на YouTube, вступать в группу ВКонтакте. Ну и, как обычно, ребята, всем футбол, и пускай вам повезет. И пусть по воле случая вам тоже будет везти. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok